всем большой привет дорогие друзья рада вас приветствовать на моем канале у меня сегодня уже 24 марта и честно говоря как-то ощущаю что неудачно будет видеосъемка 3 3 марта в плане вышивальных будин я еще пока не вышивала у меня заболел младший ребенок плюс была работа плюс были домашние дела в общем-то закрутилась я и до вышивки мне совсем руки не дошли но хочу вам показать что я практически завершила блокнот наверное добавлю немножко скраповости в этот влог потому что этот блокнот у меня почти готов и его нужно будет завершить и может быть я тоже что-то еще и покажу но пока вот так вот взяла вот это широкое кружево тоже лежит у меня так мне его жалко было использовать она когда-то давно была куплена на алиэкспресс и ну и помню что она такое не не сильно дешевая и лежит дума ну и что она будет у меня лежать ну год пролежит два-три у меня есть такие вещи местом коллекции от приемы бумага нанес из не застоявшегося альбома и лежит и лежит уже лет всем наверно ну куда в общем то я все это перебрала был у меня альбом начатыш вот пуговичка у меня кстати из этого примовской из этой примовской коллекции уже уже даже не помню как называлась и чипик по моему тоже оттуда вот такая нежная помню хотела альбом сделать сделала пару страниц на этом все заглохло ну и дальше что в общем то я с этих страниц отодрала все что можно было отодрать все что можно сохранить а все остальное выбросила ну и соответственно листы хоть они уже были нарезаны на альбом но тоже переложила в свою папку со всеми своими скрапово стями для того чтобы просто их резать и использовать да они классные да они дорогие но куда они лежат здесь вот тоже меня кусочек вязаного кружева и если я не ошибаюсь то это только кружева салфетки которую я сама когда-то очень давно вязала очень давно наверное лет 12 мне было то есть еще в таком в очень юном возрасте еще в школе я училась добавила здесь вот кружев разных хотелось мне сделать этот блокнот такой шиби здесь у меня вот закладочка выглядывает такая вот с бусинкой я снимаю прямо на станочке на своем потому что честно говоря не было сил это все убирать со стола чтобы стелить фотофон думаю уже так покажу вот сбоку мне нравится когда так обработан край блокнота когда есть кружева когда всякие ленточки здесь еще подвесочки металлические ну и в этот раз у меня вот такая вот застежка вот эти кружочки кстати говоря я покупала в секонд-хенде в разделе бижутерии я даже не знаю для чего такие тонкие вот эти кольца их там много было я взяла несколько штук естественно они там на вес вообще какие-то копейки стоили откуда эти колечки то есть это не браслет это не кольцо но я даже не знаю для чего их и куда их применяли но я вот такой нашла им применение уже там не знаю наверно это мне муж второй или третий блокнот не помню где у меня подобная конструкция когда я пришиваю это колечко к нему привязываю вощеный шнур и соответственно сзади этот вощеный шнур вот так вот на пуговку сюда и закрывается все как бы я сюда по вклеивала но знаете что я забыла совершенно проштамповать и сделать набрыск обычно я это делаю до сшивания тут вот было как-то немножко времени решила я этим блокнотом заняться и забыла все сшила теперь буду доделывать именно поэтому этот блокнот еще не закончен потому что наполнение для кармашков нужно сюда сделать и также вот собственно что проштамповать и сделать набрыск и кстати говоря я сюда уже вот по вклеивала некоторые элементы из своей последней покупки я снимала об этом отдельное видео о покупках вот тоже для джанковых блокнотов и сюда уже я кое-что использовала вот у меня наклеечка вот так вот я здесь страничку сделала ее можно отогнуть и спокойно можно тоже и с обратной стороны писать в качестве таких небольших дополнений здесь у меня в карманчике и кстати говоря вот этот мой имитация гербария я тоже сюда вклеила правда я не стала делать гербарием вот тоже страничка вот так не стала делать гербарием потому что у меня в принципе были сформированы уже страницы вот я его просто приклеила где его приклеила где-то он есть мне казалось это ближе к концу много тут всего попробую найти ладно сейчас уже тогда не буду я перерывать все эти странички я думаю что когда я его закончу я по любому буду снимать видео обзор каждую страницу показывать и там мы собственно говоря и увидим потому что я сейчас что-то не нахожу эту страничку спряталась она не ну как же так как же так должна быть ладно вот так что это у меня кстати марка тоже то что касается скрапа и покажу вам на какой стадии мой восточный букет мой основной процесс ну я немножко повышевала с момента последней съемки видео после того как я вам показала я принялась за вот этот цветок и немножечко его повышевала но собственно говоря больше у меня на него времени не было как-то и работы немножко было на этой неделе вот плюс ребенок заболел то в больницу туда-сюда я очень надеюсь конечно повышевать и такую небольшую затравочку скажу я сделал еще большой заказ на алиэкспрессе я хочу новое хобби ну при том что не буду пока рассказывать пусть это будет такой секрет потому что может быть получится может не получится туда нужно сделать небольшое вложение это что я могла заказать с алиэкспресса я заказала на алиэкспресс и когда это все мне придет еще нужно будет сделать там до заказ в местных каких-то интернет магазинах я буду пробовать обязательно буду вам показывать но это пока такое дело которым я еще не занималась но что мы хочу сказать я просто ночами не спала несколько ночей я вообще не могла спать я просто все это в голове переваривала как это делать как как я буду это делать как я буду все это декорировать и мне настолько настолько меня эта тема завлекла что я прямо мыслями вся там так что я очень надеюсь что эти посылки дойдут как можно скорее и я уже смогу что-то сделать и уже такое видео покажу и покупки свои как бы все старт нового хобби с нуля как это у меня происходит что я заказала как я выбирала с чего начинать из множества материалов что смотрела и скорее всего какие-то первые результаты работы но думаю что это вот как бы в целом такое будет видео потому что в холостую просто рассказывать тоже смысла нет но я очень надеюсь что вы тоже поддержите так скажем еще одну мою деятельность которая вполне возможно будет также время от времени отображаться на моем канале ну такое вступление хотела сделать небольшое получилось на целых восемь минут надеюсь что удастся еще что-то существенного вам в этом месяце показать сегодня 28 марта снова таки не удалось мне снимать чаще но особого разнообразия вышивального тоже у меня не было я все-таки продолжаю заниматься одним процессом моим восточным букетом ну и думаю что разница по сравнению с предыдущим включением хорошо видно потому что у меня появился большой вот этот желтый цветок роза листочки ну и сюда уже тоже вверх я продвинулась немножко не так хорошо передается цвет работы она все-таки поярче но тем не менее думаю что видно я уже так дошла до конца ряда здесь теперь перемотаю канву до самого верха и снова буду идти справа налево но теперь уже полностью закрываем угол и уже сюда двигаясь к финишу к сожалению пока не удалось мне никаких других процессов повышевать и блокнот свой я не закончила который вам показывала просто не было времени на этой неделе очень хотелось не имел хилл закончить но посмотрим еще несколько дней осталось не знаю будет время не будет так что скорее всего конечно это видео будет коротенькая сегодня 31 марта да все таки мои вышивальные будни которые я разделила в этом месяце на три части не сильно мне удались потому что третья часть оказалась но очень малопродуктивной все таки последние дни у меня было и работы побольше и говорила уже ребенок у меня болел совсем было не до вышивки поэтому я наверное не буду больше экспериментировать и делить на три части все таки лучше это будет две части пусть они будут по длине и побольше если есть о чем рассказывать а если как вот в этот раз у меня очень мало продвижений то пусть и само видео тоже будет небольшим но тем не менее не притянутым за уши я последние два или три дня немножко позанималась вот этим процессом вышиваю младенца иисуса от милхилл и на данный момент вот что у меня есть я вышила самого младенца вот здесь по зашивала также крестики в самом самих вот этих яслях и также уже вот у меня здесь проявились такие очертания коровки честно скажу процесс нудный низ не такой как иосиф там конечно вообще прям были огромные площади но благодаря этому он вышелся очень быстро здесь на самой корове тоже вот покажу по схеме вот такие зашивки вот здесь будет очень очень много одного цвета но из-за тоже обилия самих коричневых цветов которые я не очень люблю и вот здесь тоже такая мешанина была я при том что схему не зачеркивала уже говорила что мне ее нужно буду хочу потом до девочки отдать ее для отшива и не хотела я ее черкать поэтому я здесь вот просто где-то вышила потом смотрю так два крестика пропустила снова заправила нитку вернулась и из-за того что как-то ну все такое не слишком яркое может быть скаку немножко монотонная нудновато мне идет этот процесс поэтому я осознаю что я здесь просто работаю на результат то есть меня интересует результат готовый вертеп поэтому я этой работой и занимаюсь но честно скажу что другие мои мелхиллы которые я вышивала как-то у меня продвигались живее и интереснее также я еще продвинулась в восточном букете и закончила блокнот вчера я его закончила сняла и уже есть видео на канале но может быть пару слов еще скажу об этом блокноте и также о восточном букете и так вот я перемотала канву прошлый раз я вам показывала завершенный край работы вот эту часть и я уже перемотала и можно видеть что я здесь дошла до самого верха ну наверное можно сказать что я нашла третий угол в принципе вот оно все то поле работы которое мне осталось конечно по сравнению с основной работой да мне уже здесь осталось немного нужно как-то себя взять в руки собраться с силами и просто уже дошивать эту работу потому что хочется как-то и других процессов я не развожу много процессов то есть это все будет у меня просто на голове висеть я этого не хочу поэтому я как-то планомерно заканчиваю именно большие работы вот но здесь нужно потрудиться потому что работа очень очень трудоемкая кстати говоря вот этот цветочек вот этот казалось бы такой маленький что-то вышивать но вот смотрите тут два крестика тут два тут два тут два вот здесь по каких-то по одному крестику серединка зашивается еще и французские узелки делаются поэтому кажется что такой маленький цветочек но тем не менее нужно было приложить усилий но и времени на него тоже потратить так что это что касается моего букета ну и вот он блокнотик полностью завершён даже не знаю что еще дополнительно сказать принципе я так показывала вам я здесь сделала обложку из искусственной замши я очень люблю такие обложки и в этот раз у меня застежка на пуговичку использовала примовский чипборд уже не помню говорила вам или не говорила а кстати говоря штампу решила я не делать я сделала белый набрызг ну вот так вот да то есть немножечко как бы поинтересней как-то вот этот набрызг в моем понимании он объединяет композицию и за счет этого как-то более целостно что ли смотрятся некоторые даже может быть разрозненные кусочки вот такая карточка от примы даже это может быть и наклейка но я так поставила вот штампы решила не делать потому что весь блокнот такой нежный и таких ярко как-то вот я подумала можно конечно было не черными чернилами до сделать там коричневыми но мне показалось что сам штампинг на страницах будет немножко грубовато смотреться будут страницы сильно забитые а так все таки работа в светлых тонах и мне хотелось оставить больше как бы пространство то есть можно она вот таких страницах на скраб бумаги можно писать можно и фотографии какие-то приклеивать вот классный карманчик такой салфетки поэтому все таки тема здесь до бумага которые использовала это как бы немножко такая кухонная тема поэтому я в принципе на эти прописала и как ну джанг джорнал понятно но также дала такую еще как бы снуку ссылку указание на то что вполне это можно использовать как книгу и для рецептов и поэтому я здесь вот такие вот карточки сделала вместо каких-то привычных более привычных тегов для того чтобы на них тоже можно было допустим те же рецепты записывать вот но в целом такой достаточно светлый получился блокнот с большим количеством места для записи есть пространство и для каких-то вкладышей ну вот те же карманчики да например вырезки вот у меня надо бывает даже афету я покупаю сыр и там есть такая этикеточка идет с рецептом и они иногда меняются то есть в принципе можно вполне если для рецептов использовать в эти карманчики вот такие вот какие-то рецепты вкладывать ну может быть откуда-то вырезаны или что-то еще тоже такая карточка здесь уже не буду вытаскивать но в целом мне блокнот нравится я конечно же рада что я его закончила потому что последнее время но у меня совсем мало времени на творчество да и как-то вот на скраб вдохновения мне не хватает для того чтобы сесть и работать а еще блокноты с грибами да я их хочу но не у меня в голове но как-то вот собраться взять состарить эти листы сшить их все это распределить нужно для этого какой-то вот прям очень очень большое вдохновение которого пока у меня нет и как бы насиловать себя у меня не получается потому что как ни крути но творчество превратить просто в работу я не могу я не могу делать без вдохновения так что вот такие вот у меня новости продвижения все что я вам рассказала все что было да мало но надеюсь что в это видео досмотрели до конца и будем надеяться что в следующем месяце будет больше информативности на этом я с вами прощаюсь пока пока